Привет! Сегодня мы сделаем вафельные трубочки с кремом. Это старый, очень старый рецепт и очень легкий. Яйца смешиваем с сахаром, размешиваем их миксером или венчиком, без разницы, до образования, до увеличения массы и до побеления. Вот такая должна быть масса. Добавляем сюда растопленное сливочное масло и размешиваем. Смешиваем просто и добавляем в конце муку. Все смешиваем. Получается смесь у нас довольно жидкая, в общем-то, ну практически такая как на блины мы делаем. Вафли получаются хрустящие, если вы положите много муки, то вафли будут более плотные и не будут хрустеть. А вот такая жидкая смесь дает хрустящесть. У меня вот такой аппарат, очень старый. Год его рождения 1982. В то время он стоил 20 рублей 50 копеек. Служит он верой и правдой вот уже много-много лет. Разогреваем его и наливаем тесто. Все очень просто. Самое главное его хорошо разогреть. Сейчас продают самые разные подобные вафельницы, электрические, на газу. В общем, самые-самые разные. Подходят даже бутербродницы. Я делала и бутербродницы. Все подрезаем, чтобы было красиво, можно не подрезать. И заворачиваем в трубочку. Пока тесто мягкое, оно еще не засахарилось. Когда остынет, тогда оно засахаривается. Можно так сформировать, а можно сформировать корзиночкой. Тоже выливаем тесто. Закрываем крышку. Все это делается очень быстро. В данном агрегате выпекается буквально за минутку каждый коржик пласт этот вафелька. Вот. Можно вот так вот взять, положить что-нибудь кругленькое блюдечко. Отрезать по краям. Эти вафельки съесть или потолочек в крем. И вот так вот на стаканчик, пока горячая вафля, какой-нибудь кружочек или взять обычную кружечку стаканчик. И вот так надеть. И дать остыть. И получаются у нас такие вот корзиночки. Сейчас оно остается. Остынет и я покажу. Ну а мы будем дальше все это тесто вырабатывать. Вот у нас получилось только трубочек. Много. Они тоненькие. Здесь пустые пока. Вот. Или вот такая, смотрите, корзиночка. Вот такая красота. Необычная подача обычных вафель. Теперь сделаю крем. Я сделаю масляный крем с вареной сгущенкой. Можно использовать одну вареную сгущенку с орехами. Можно белково-заварной крем. Здесь сами уже придумывайте. Можно обычный масляный крем, как раньше их делали в этих трубочках. Сгущенку я варю сама. Всегда в магазине никогда не покупаю вареную сгущенку. Там нет настоящей вареной сгущенки. Поэтому рекомендую всем варить самим. Взбиваю с маслом. И ставлю крем в холодильник на полчасика, минут на 20, чтобы он загустел немножко масла. Не взбиваю, а просто смешиваю. Можно обычной ложкой или венчиком. Крем должен немножечко загустеть в холодильнике. И начиняем теперь трубочки. В обычный мешок кончик обрезала, без всяких насадок. Заполняем трубочки с обеих сторон. С одной и с другой стороны. Если вы используете толченые вафли или же толченые орешки, их можно смешать с кремом и начинять таким кремом. Вот получаются у нас такие трубочки. Их можно сверху присыпать немножечко сахарной пудрой. Можно не присыпать. Это уже дело вкуса и просто скорее эстетики. Потому что они сами по себе сладкие. Сюда я тоже положила этот же крем, но в этих корзиночках очень хорошо смотрится белково-заварной. Он высокий, поднимается такой зефириной вверх. И смотрится красиво. Но ради одной я не стала делать крем. Поэтому вот так. Надеюсь, вам рецепт мой пригодится. Делайте, радуйте своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!